Начинающий фотолюбитель не совладает с камерой, созданной для опытного фотографа. В ней все слишком сложно. Но по качеству снимков эти камеры не обязаны отличаться. Здравствуйте, меня зовут Станислав Васильев и сегодня я расскажу про Nikon D3300. Эта камера и ребенка научит фотографировать. В основе Nikon D3300 тот же самый 24 мегапиксельный сенсор, что и в старших моделях D5300 и D7100. То есть при одинаковых объективах и настройках вы получите такое же качество снимков. На матрице нет оптического фильтра, снижающего резкость и призванного бороться с муаром. Поэтому детализация очень высокая. От старших моделей Nikon D3300 отличается максимальным упрощением меню. У него меньше кнопок на корпусе, нет дополнительного экрана. Даже кнопку предпросмотра глубины резкости отрезали. Но при этом неплохая скорострельность 5 кадров в секунду, как у старшего D5300. И еще этот фотоаппарат неплохо записывает видео. Система автофокуса простая. Всего 11 точек фокусировки, из них лишь одна крестового типа. Зато процессор последнего поколения. Такой же, как в самом дорогом Nikon. За счет него картинка остается чистой и детальной даже на высоких ISO вплоть до 6400. Оптический видоискатель покрывает 95% кадра. А экран с диагональю 3 дюйма разрешением 921 тысячу точек неповоротный, в отличие от камер D5300. В комплект входит новый объектив 1855 с улучшенным стабилизатором, к тому же отличающийся большей компактностью по сравнению с такими же объективами прошлых поколений. Чтобы раскрыть максимально возможности крупной матрицы, я всегда рекомендую приобретать дополнительные светосильные объективы, с которыми вы сможете сильнее размыть фон и спокойнее снимать при недостатке освещения. Одно из основных отличий D3300, отличающий его от старших камер, наличие встроенной обучающей программы, которая дает очень полезные советы для начинающих фотографов. Также есть неплохая справка по меню, а количество самих пунктов в меню уменьшено, чтобы все управление камерой не казалось слишком сложным. Согласно замерам по стандарту CIPA, аккумулятора хватает примерно на 700 снимков, но по практике эту цифру можно практически удвоить, если реже пользоваться встроенной вспышкой и отключить постоянный показ информации на экране. Подведу итог. Nikon D3300 – камера, созданная для начинающих фотолюбителей, но основанная на сенсоре и процессоре от старших моделей, то есть дающая такое же отличное качество картинки. У нее меньше кнопок, меньше настроек, но в целом эта камера последнего поколения к тому же более компактная и легкая. Она может исполнить любые любительские задачи, ну, кроме, может быть, съемки таймлэпса. Согласно замерам по стандарту CIPA… По стандарту CIPA, понимаешь, это стандарт CIPA, а я его все время CIPA называю сегодня.